Медики ждали от чиновников большего. Почему на сдачу крови в правительство пришли не все? Сделай город чище, а воздух свежее. В Калининграде снесли кафе «Лилия». Массовая гибель лебедей в Балтийске. Чиновники наконец-то стали выяснять причины разлива нефти. Матросский клуб в Балтийске передали в муниципальную собственность. В среду в Калининградскую область прилетел министр обороны России Анатолий Сердюков. В ходе своего визита он посетил и строящийся дом для военнослужащих. 136 многодетных семей скоро будут жить в собственных новых квартирах. На что еще повлиял визит высокопоставленного гостя, выясняла и наша съемочная группа. В среду Анатолий Сердюков посетил несколько объектов. В первую очередь Балтийск. Еще совсем недавно жители города обратились к губернатору области с тем, чтобы матросский клуб приобрел гражданский статус. После передачи его в муниципальную собственность кружки и секции будут доступны как военным, так и обычным жителям Балтийска. Осталось только отремонтировать здание. Передача социальных объектов Минобороны в муниципальную и областную собственность будет происходить и в будущем. Каждое решение будут рассматривать индивидуально. На этой встрече обсуждали вопрос реализации соглашения между областным правительством и Министерством обороны. Николай Цуканов поднял тему создания координационного совета. В нашей области пока не реализуется программа социальной адаптации бывших военнослужащих. Создать институт, который будет вести переподготовку военнослужащих, тяжелый военный запас. Институт имеется в виду не как учебное учреждение. Опять-таки мы бы хотели предложить Министерству обороны совместно, может быть, на базе какого-то имущества, которое будет передано в правительство Калининградской области, создать, может быть, что-то вроде технопарка или, может быть, какого-то места, где военнослужащие, которых мы обучим, могли бы заниматься бизнесом. Зато вовсю решается вопрос обеспечения военнослужащих жильем. В этом году квартиры получат 136 семей. Все в одном доме по адресу Челнокова, 36. Специально этот дом был спроектирован и строился для того, чтобы удовлетворить категорию многодетных семей военнослужащих. Поэтому здесь вот так много четырехкомнатных квартир. Строился дом в прошлом году, в десятом, по проекту Калининградского морского проектного института. Полностью закончен строительством, вся социальная отделка выполнена. В настоящее время Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны осуществляет распределение указанного дома. Жилье будет распределяться как для военнослужащих Болтфлота, так и для других округов и флотов. Сейчас на очереди за жильем находятся около тысячи семей. Квартиры будут не только строить, но и покупать по программе Министерства обороны. Полторы тысячи мы уже приобрели жилья и построили. Порядка тысячи двадцати четырех квартир у нас есть потребность. Ну и предполагаем, что порядка пятисот квартир в дальнейшем потребуется построить либо приобрести этого жилья. Чиновники пообещали, что в скором будущем проблема обеспечения военнослужащих жильем будет окончательно решена. Полина Зайцева, Михаил Илькевич, Служба новостей Город. И в продолжение темы. Приезд Анатолия Сердюкова не только изменил привычный ритм жизни чиновников, но и внес коррективы в работу станции по переливанию крови. Все дело в том, что в среду в правительстве области должен был пройти день донора. Принять участие в акции обещали министры и даже губернаторы области. Но в девять утра на Дмитрия Донского один кровь пришли сдать только чиновники рангом ниже. Ольга Романова продолжит тему. Уже в десять утра у Ксении Паневиной часовой перерыв. Не от переутомления. Как и многие коллеги из правительства, она решила сдать кровь. Ехать никуда не пришлось. В целях экономии времени мобильный центр переливания крови развернулся прямо в зале заседаний. Из моей практики я еще ни разу не воспользовалась выходными днем. То есть как-то в принципе, ну самочувствие конечно страдает немножко, но к концу дня восстанавливаешься, но в принципе работать можно. Несмотря на плохое самочувствие, Ксения продолжила рабочий день и даже отказалась от положенного выходного. Также поступили и многие коллеги. Вся полученная кровь впоследствии пройдет жесткий лабораторный отбор, чтобы исключить ЧП. У нас в картотеке появляется как бы там пять составляющих картотек, которые стекаются из всей области, из всех диспансеров, которые люди стоящие на учете по каким-либо различным заболеваниям, гепатитам, там ВИЧ-инфекции. Они не допускаются к сдаче крови. До сдачи крови допустили всех, кто пришел, но врачи рассчитывали на большее количество. К сожалению, ябкой должна была быть больше и планировалось больше. Сам губернатор Суганов хотел прийти сдать кровь, министры хотели сдать, их подчиненные хотели сдать, помощники. Но, во-первых, эпидемия гриппа раз немножко сбила планы. И сегодня приехал министр вооруженных сил России. Всего в акции принял участие 41 чиновник. По количеству сбора крови это 20 литров. Через полгода ее отправят в медучреждение. Все участники получили по два дня выходных, которые можно прибавить к заслуженному отпуску. Ольга Романова, Михаил Илькевич, Служба новостей город. Известное в городе заброшенное кафе «Лилия» наконец-то пустили под снос. На протяжении пяти лет оно портило облик Калининграда и настроение гостям и жителям области. Столь долгожданные для горожан действия не понравились собственнику недвижимости. Все подробности у Татьяны Карахановой. Уже к вечеру эту площадку обещают расчистить. Заброшенное кафе «Лилия» разбирают с самого утра. Год назад наши журналисты попытались выяснить, почему это сооружение, превращенное в общественный туалет, не сносят. В администрации ответили, что нет разрешения от собственника. Но через суд чиновники решили этот вопрос и вызвали эвакуатор. Видно все, что убрали с 10 часов утра и больше половины разберем. Павильоны снесут, а мусор вывезут из города. На время работы калининградцам пришлось идти в обход. Удобно, чем нюхать эту грязь. И когда идешь, а впереди проходят иностранцы и Russian Schwein, то лучше пусть они перекроют на несколько дней. Но будет порядок, не будет этой гадости в центре города. «Мы обойдем, потому что мы работаем здесь рядом, а рядом вообще невозможный участок дороги, который можно пройти было бы». «Я счастлив, я просто счастлив, потому что позорище в центре города, надо было когда-то убирать. Так что я только рад, пусть поскорее уберут». Собственник недвижимости радость калининградцев не разделил. По его словам, суд разрешил снести только павильон. А кафе и помещение под магазин должны были оставить. «Я буду сейчас вызывать милицию. А как еще можно среагировать? Какие-то неизвестные лица. Уничтожает собственность, имущество. Вот так вот мы боремся с безработицей. Вот так мы даем возможность предпринимателям заниматься делом, дать возможность другим людям заработать деньги какие-то». Собственник по фамилии Кашина так и не нашла применения выгодному расположению павильонов. Три месяца назад у этой постройки появился новый хозяин. И он планировал поступить с недвижимостью по-другому. «Торговый комплекс, есть проект двухэтажный, красивые здания. Планировали, что в первую очередь это возможно магазин для ветеранов открыть. И у нас в городе нигде нет кафе мороженого для детей». Разбираться в тонкостях дела будут уже в суде. А для калининградцев, как бы там ни было, хуже не стало. Запах от злосчастного кафе и его ужасающий внешний вид навсегда исчез с лица города. Татьяна Краханова, Денис Черевуха, служба новостей «Город». Лебеди до сих пор в опасности. Мы уже рассказывали о птицах в Балтийске, которые погибают от нефтяных выбросов. Местные жители уже стали отлавливать лебедей и отмывать их у себя дома. Но ситуация только ухудшается. Все подробности в нашем следующем материале. Администрация Балтийска начала свою проверку. Лебеди испачканы нефтепродуктами, сброшенными в канал. Мазут попадает во внутреннюю гавань. Но откуда он, пока неизвестно. Но, по словам сотрудников администрации, найти виновников загрязнения не так сложно. «Обследована акватория военной гавани экологом штаба базы. Разливов пока не обнаружено. В планах обследования территории среднего завода». Нефтяные загрязнения – серьезная опасность для водоплавающих птиц в зимний период. Из-за мазута пух склеивается и теряются термоизоляционные свойства перьев. Птица может умереть от переохлаждения. Перья нельзя чистить растворителем. Отмывать нужно только теплой водой с моющим средством и в теплом помещении. Затем использовать растительное масло. После чего их нельзя выпускать на холод. Также важно питание. «Сейчас распространяется информация. Распечатали определенное меню кормежки для лебедей. То есть до людей доводится то, что не стоит кормить их черным хлебом, потому что это вредно для желудка только белым. А также крупы, овощи». Помещение для помывки птиц уже найдено. Ухаживать за лебедями будут волонтеры, пока разливы мазута не составляют угрозу для экологии. Полина Зайцева, Михаил Илькевич, Служба новостей, город. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Калининград против Белгорода. Почему спектакль Евгения Гришковца запретили к показу? Чехов в современной обработке. Как в филармонии сочетали несочетаемые? Ваши хорошие новости. Опрос жителей города. Вы смотрите Служба новостей, город. Мы продолжаем. Пешеходы бьют рекорды по нарушениям, а в Белгороде запретили спектакль Евгения Гришковца. Эти и другие новости в нашей постоянной рубрике короткой строкой. Пешеходы бьют рекорды по нарушениям. Только за один день инспекторы составили 72 протокола за нарушение правил перепода проезжей части. Днем ранее оштрафовано было 40 калининградцев. В отделе пропаганды ГИБДД отмечают за прошлый месяц в области 20 ДТП. Произошло по вине пешеходов. Спектакль нашего земляка породил череду скандалов в городе Белгороде. Постановка планеты Евгения Гришковца попала в список запретных репертуаров в студенческом учебном театре «Новая сцена» Белгородского института культуры и искусств. Одна из причин опасения администрации вуза – санкции со стороны губернаторской полиции нравов. Хотя сам автор утверждает, что эротических сцен нет, потому что весь спектакль – это монолог. Авиаперевозчики снижают тарифы. Как пишет газета «Коммерсант», связано это с понижением цен на авиатопливо. Компания «Трансаэро» – крупный потребитель топлива «Газпромнефти» уже объявила о снижении стоимости билетов на некоторые внутрироссийские рейсы на 4, на 7%. Ранее «Газпромнефт» дважды опустила расценки на авиакеросин. В Калининграде возможно появление скоростной дороги. Это станет реальностью в случае получения областью права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но пока это только проект и только на словах. Чем больше поездок, тем меньше тариф. В администрации города рассматривают предложения московских разработчиков по введению автоматизированной системы оплаты. По задумке оплачивать проезд можно будет с помощью спецкарт, банковской карты и с помощью мобильного телефона. Курс валют на 17 февраля. Доллар США – 29 рублей 28 копеек. Евро – 39 рублей 68 копеек. Литовский лид – 11 рублей 49 копеек. Польский злотый – 10 рублей 14 копеек. Он богатый помещик, а она очень хочет замуж. На сцене областной филармонии кипят нешуточные страсти, хотя спектакль – это постоянные шутки и смех. Выглядит смешно, актерам помогали костюмы. Режиссер решил объединить чеховскую эпоху с современным миром. Что же из этого вышло, смотрите в репортаже Екатерины Сафоновой. Будет, будет об этом. Не знаю, с чего начались. Начали генеральную репетицию с повторения слов. Для актеров филармонии, которые больше привыкли петь, выучить текст – сложная задача. Ты не моя. Я не твоя. На реквизиты денег практически не тратили. Платья, мебели, костюмы решили взять по примеру 80-х, 90-х годов. У нас по решению нашего режиссера костюмы не чеховской эпохи. Одежда приближена более к современному нашему времени. Поэтому костюмы более доступны для восприятия нашему зрителю. У Виктории Бабковой одна из главных ролей. Она играет девушку, которая очень хочет выйти замуж. В реальной жизни в браке не состоит. Но эту роль она отыграла на 100%. Настроение героине передает костюм. Его сшили специально для этого спектакля. Костюм удобный, просторный, не жаркий. Красивый, что еще сказать. На сцене пока из реквизитов только стулья, рояль и мяч. Но на премьере появится гораздо больше предметов. На сцене галерея из портретов, которые непосредственно участвуют в самом действии. Ну и какие-то минимальные декорации, такие как украшенный рояль и диван. В принципе, все то, что может обозначить саму комнату. Премьера спектакля состоится уже в эту субботу в областной филармонии. У костюмеров осталось три дня, чтобы успеть дошить все платья, а у бутафоров смастерить реквизит. Екатерина Сафонова, Юрий Бородихин, служба новостей, город. И в завершении выпуска наш традиционный опрос. Ваши хорошие новости. Скоро пойдем в отпуск. Все недавно мы сдали сессию. Сдали сессию на отлично. Так как мы студенты, первый курс. Это очень важно для нас. И мы очень рады и счастливы. Я вчера был, например, в доме ветеранов на Комсомольске. Там собрались пожилые ветераны, читали стихи. Я тоже прочитал свое стихотворение. Сегодня вот министр Судяков здесь очень хорошо, приятно. Надеемся, что все будет хорошо. Приятно всегда все. Особенно детство Валентина. Было очень приятно. У меня родилась сестра младшая. Ей уже три месяца было воскресенье. Сессию хорошо сдаю. Настроение хорошее. Я чувствую приближение весны. Это вообще очень здорово. Я недавно ездила в Литву. Тоже неплохо выступили на соревнованиях по легкой атлетике. Было все очень весело, хорошо. Я надеюсь, что это была не последняя поездка. И мы продолжим наше спортивное улучшение результата. У меня с дочкой недавно было два годика. Вот хорошая новость. Вот работу новую нашла. Вот такие хорошие новости. И потеплело, и хорошо. Вот и все. И это все на сегодня. В студии для вас работал Денис Тугалуков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова